Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня поём. Но это значит, что не только мы будем всё время петь, мы будем ещё и слушать, и рассказывать, и делиться, изучать, узнавать, кто такая была, и Ди Пиаф, и вообще, как начиналась французская популярная музыка. Но пока мы будем все собираться, и я надеюсь, что Инстаграм меня не заблокирует, потому что я очень давно хотела что-нибудь связанное с музыкой, с фирмами делать, но, собственно, правами Инстаграма это ограничено, использовать чужие материалы больше одной секунды, поэтому в видео свои я вставляю что-то, но, в принципе, видео боялась я делать, просто про музыку. В общем, будем пытаться что-то делать. Окей, alors, давайте чуть-чуть убавим, и поговорим сначала о том вообще, кто такая была, Эдит Пиаф. Voilà. Эдит Пиаф это где-то начало совсем, она родилась в начале 20 века, это был 1913, что-то такое вот я прочла, ну, то есть это до... еще Первой мировой войны, то есть это прям такое совсем старое-старое поколение, то, да, до всех известных певцов, каких бы вы только не знали, она самая-самая первая в списке известных исполнителей 20 века французских. Так вот, это какая-то не очень счастливая история, то есть я думаю, что даже и не стоит говорить о том, кто она, то есть она вышла из какой-то бедной семьи, сиротской, или там ее воспитывали бабушка с дедушкой чуть ли не в публичном доме, что-то вот какие-то такие истории. И, соответственно, когда она попала на сцену впервые в каком-то кабаре или что-то такое, то есть сейчас кабаре это, наверное, что-то такое совсем про какие-то танцы, да, не очень целомудренного характера, но в общем-то... Почему так отсвечивает? Ну, в общем-то, кабаре в... до, даже, до Второй мировой войны это было что-то очень про все, да, там и выпивали, и пели, и танцевали, то есть это просто развлекало какой-то бар, да, какой-то, где есть представление, то есть тому, кому театр недоступен, вот в кабаре происходила вся тусовка, так скажем, да. И вот когда она первый раз попала на сцену туда, она пела, в общем-то, то, что, конечно, ей придумали, она, то есть с детства она пела, это, конечно, нужно отметить, но, в общем-то, если человек не имеет никакого таланта, он вряд ли попадет на эту сцену, да, то есть где-то до... ну, в 30-20-е годы, вот как-то так, нет, совсем она еще до 20 лет. В общем, допустим, в 20 лет она попадает на сцену, и ей предлагают какие-то песни, какой-то репертуар, и она рассказывает, собственно, о себе, о своей вот этой вот несчастной жизни, о том, как, не знаю, там, воспитывали ее или не воспитывали, как там она и на улицах пела, зарабатывала со своим отцом, который был акробатом, ну, в общем, то есть это прям какая-то уличная, нищая жизнь начала 20-го века, то есть мне казалось, что такое могло быть только в России, да, после революции, но нет, во всем, много где в мире это было. И, собственно, пиафа, это такое разговорное, неофициальное название птицы, это воробушек, то есть такой забитый, что ли, такой несчастный воробушек, и вот у нее было такое, ну, это не амплуа, наверное, образ у нее был такой на сцене, и все, то есть даже на афишах писали, что маленький воробушек, значит, выступает перед вами, даже неважно было людям, как ее звали на самом деле. А вот она говорила, ну, в смысле, я говорила, рассказывала и пела, как будто рассказывала свою жизнь, ну, то есть просто репертуар и слова, предложенные, написанные для нее, совпадали с ее собственной жизнью. И это, я думаю, что, ну, в процессе войны она выступала, конечно, Второй мировой выступала перед французскими пленными солдатами, не знаю, насколько это ее сделало знаменитой, но, в общем, основная слава и успех пришли к ней после войны, и я думаю, что все, как бы, людям такое настроение было, что именно хотелось радость жизни, радоваться, и вот она на таких потоках и взошла, так скажем. Я думаю, что это все про ее биографию, то есть нам совершенно не важно, ну, то есть я противник, скорее, изучать творчество кого бы то ни было с точки зрения его жизни. Но, в принципе, поскольку мы говорим о культуре Франции, то я, конечно, чуть-чуть затрагиваю, это, конечно, тоже важно и интересно. И, да, и что последнее скажу про, скажем, ее биографию и личность, в принципе, не творческую, а просто. Она, поскольку она была первая и, как бы, главная, в общем, первопроходец, да, в французской популярной музыке XX века, среди всех, кого вы знаете, она каким-то образом способствовала продвижению других певцов, например, Шарль Азнавура, да, которого знаете, который на самом деле по происхождению армянин, да, азнавурян, знали ли вы об этом? Но вот он начинал под ее, как это называется, протекцион, под ее крылом, условно говоря, Ив Монтан, если вы знаете такого, он тоже был ее протеже, насколько я понимаю. Вот, так, давайте начнем с того, что чуть-чуть еще про кино скажем. Фильм где-то 2008 или 2007 года, называется он по-французски La Momme или La Vie en Rose, у него почему-то два названия официальных. Про Эдит Пиаф, конечно же. La Vie en Rose, на самом деле, я, мне кажется, его не очень внимательно смотрела, просто так проглядела, потому что меня Эдит Пиаф никогда особо не интересовала. То есть она классическая для французской культуры, и, ну да, окей, вот, и я, то есть, не то чтобы я вам рассказываю про свою любимую певицу, просто это, по-французски как бы это сказать, в общем, это must, must, нет, это английское, извините. Ну, в общем, это нужно знать, просто это вот багаж изучающего французский человека, уважающего себя и уважающего французский. Поэтому я вам ранее рассказываю, то есть я никогда не была в неё улюблена, в смысле, в её голос, и особенно никогда не смотрела, поэтому, в общем, этот фильм, короче, мимо меня прошёл, но знаете, что вот он есть, и там играет главную роль, собственно, Эдит Пиаф играет Марион Котиар, про которую, ну не про которую, а её упоминала я в своём видео про актёров в ленте, да, и это, ну, в общем, сейчас знаменитая, молодая, уже голливудская актриса, и за этот фильм, Лавиан Розе про Эдит Пиаф, Марион Котиар, современная актриса, да, французская, получила Оскар, то есть именно после этого она стала голливудской. Я уже говорила, собственно, по-моему, даже в этом видео, в том видео, про актёров, я говорила, что молодые французские актёры, ну, как молодые, ну, 40, да, лет примерно, 40-45, они выходят уже в Голливуд, и о них знают все, то есть Марион Котиар вышла в Голливуд вот с этим фильмом, и, собственно, выиграла всё, что можно. Советую вам посмотреть, как выглядит Марион Котиар со Сеттем Оскаром, вот она, voilà, так, если вы не помните или не знаете только Марион Котиар, да, по-моему, имя её не очень видно, но фамилию вы видите, в общем, очень советую вам на неё обратить внимание, она много, она много где удачна или практически везде удачна, и во всех фильмах очаровательна. Алло, обратите на неё внимание, и очень удобно с ней познакомиться, и одновременно с жизнью Эдипиаф. И да, что хочу сказать, что вот в этом фильме я так и не разобралась, потому что очень похоже поёт исполнительница в этом фильме, и, конечно же, не записи Эдипиаф, потому что, ну, собственно, Эдипиаф не могла с такими хорошими качествами записи, не могла такое хорошее сохраниться, и поэтому там пела исполнительница современная, да, и она просто, ну, копировала максимально, то есть даже в шоу «Голос», мне кажется, так не скопирует никто. Вот, то есть знайте, что вот в этом фильме «La vie en rose», «Жизнь в розовом цвете», на любом языке, смотрите, там и Депардье, такой молодоватый, как бы его сказать, ну, моложа, может быть, то есть он не такой толстый и не такой старый там. В общем, там засветились все, и одновременно там есть Марион Котиар, и про Эдипиаф тоже узнаете, и послушайте заодно, как перепевают, собственно, очень достойно, собственно, поэтому фильм и получил Оскар, он не мог бы получить Оскар, если бы там было что-то не очень хорошее исполнение. Итак, давайте начнем работать с текстом, «Le text», и да, поскольку текст, ну, пока что припев остался виден, но вскоре я выключу комментарии, помните об этом, если у вас сейчас уже есть какие-то вопросы, задавайте их, а так мы начнем с вами разбирать. Не знаю, как оно будет, мы будем слушать, и я буду ставить на паузу, или мы будем читать, но давайте прочтем сначала припев, то есть с припева начинается песня, а потом, может быть, его послушаем, вот так. И предлагаю вам, если вам позволяет ваше, ваше что? Ваше пространство, в котором вы находитесь, ваше настроение, предлагаю вам петь, когда сейчас мы будем слушать исполнение. Окей, donc, песня называется «Je ne regrette rien», это вторая строка вот этого первого абзаца. Давайте принесем «non», носовой «o», «non», «rien de rien», кто-то меня спрашивал в видео про ругательства, под ругательствами, «да», «merci», выбирайте очень интересные темы для эфиров, да, ну, то есть я выбираю то, что интересно мне, наверное, просто, ну, просто мы с вами совпадаем вкусами. Ну, то есть, мне кажется, если говорить про францию, про французский язык, или не про францию, а вообще, что связано с французским языком, неважно, там, Канада, Швейцария, оно вот, ну, то есть, какие-то общие такие глобальные, общекультурные пласты. Я думаю, что они многим интересны. Alors, про видео про ругательство я говорила, потому что внизу у меня в комментариях в этом видео спрашивали, что такое «mence de mens», или, в общем, существительное повторяется дважды и разделяется еще предлогом «de». Это просто усиление, то есть ничего из ничего в нашем случае, да, или там вот это вот «mence de mens», вот «черт из черта», там, вот «самое из самого». И, разумеется, есть другие формулировки, но вот это конкретно, это не что-то особенное, это просто усиление «rien». Можно повторить дважды, конечно, «rien», «rien», но это довольно смешно будет. Можно повторять прилагательное «францей», «французский», «французский» он прям, или песня «францезе», 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 «французская», «французская». Но вот с словом «rien» повторить так не очень, поэтому повторяем с помощью предлога «de». «Rien de rien», «ну ничто», прям «ну ничто». «Non, je ne regrette rien». Напоминаю, что в песнях «e» на конце, оно же, да, не произносится никогда, но в песнях оно поётся полностью, вот полноценную «e», как в алфавите. И насчёт «e» я уже выкладывала видео, да, про «zas». Звук «e», посмотрите, пожалуйста, если вы совсем начинающий, или вы сомневаетесь, вы не начинающий, вы сомневаетесь в твоём произнесении «e», посмотрите, пожалуйста, в ленте. У меня есть, по-моему, последний пост. «Zas» вместе, мы тоже певица, но современная, уже французская, мы разбираем, как образуется звук «e». Сейчас не буду объяснять. В общем, в песнях его поют, а в речи, в живой, это «e», ну, чуть-чуть есть такой отголосок этого «e» обязательно. «Je ne regrette rien». «Я ни о чём не сожалею». «Regrette» – первая группа, всё просто, в английском такой же корень – «сожалеть». В чём особенность этой фразы грамматической? В том, что отрицание «ne» и «pa», помните, две частицы, вместо «pa» мы можем ставить любое другое слово, если хотим поменять смысл. Допустим, ни о чём или никого, нигде, никуда. Что ж такое у меня со светом? Почему-то всё отсвечивает. Пардон, может быть, с камерой что-то не то. Alors, в нашем случае «je ne regrette pas» – «я просто не сожалею». Убираем «pa», ставим сюда «rien», «я ни о чём не сожалею». «Je ne regrette rien». «Ni le bien» – опять отрицательная конструкция. Если мы говорим отрицательную фразу «ни то не делаю», «ни это не делаю», «ни пришло в русский язык из французского». И вот мы перечисляем «ни о том, ни о другом». Она не сожалеет «je ne regrette rien», «ni le bien», «ni о добре не сожалею». Внимание, «bien» – это, конечно же, наречие «хорошо». Но если есть артикль «le bien» – это может значить много что. Это может значить «добро», это может значить «добро нажатое», в смысле «имущество». Даже «bien» бывает множественного числа, «les bien». Ваши, в общем, я думаю, что и у юристов прописано в серьёзных документах тоже «les bien». Окей, donc «ни о добре», «ни le bien». Предлогов нет, потому что во французском не «сожалеть о», а просто «сожалеть что». Очень странно. «Je ne regrette ni le bien», «ни о добре, которое мне сделали», «comme fait» в прошедшее время. «Мне кто-то сделал». Напоминаю, что вместо имения «on» – это имеет несколько значений. Либо «мы» по контексту смотрим, либо «они» говорят, считают, вот что-то такое. Или «один какой-то человек». Ну, то есть не один, а «кто-то». Мы не знаем, это был один человек или много, но вот «кто-то». То есть есть ещё третье значение. Здесь это «кто-то подходит». «Ни добро, которое мне сделали», «ни le mal». То же самое «mal» – это наречие «плохо». Если стоит артикль, то это либо «боль», ну, можем здесь перевести как «боль». Либо просто, ну, зло, можем так сказать. «Ни добро, которое мне сделали», «ни зло». «Tout ça, mais bien égale». «Всё это», как по-русски, «tout ça», можно выхватить его сейчас из контекста и взять себе на вооружение. «Tout ça», «j'aime la chanson française, люблю французские песни», «et tout ça», ну и всё такое. «Je parle de…» «Я говорю там о том, о том, но и во всём таком». «et tout ça», прям как в русском, можно использовать. Итак, «tout ça» – это подлежащее здесь у нас. И дальше «tout ça, mais bien égale». Глагол «être» здесь главный. Мы не смотрим на «mais apostroph», да? «Всё это есть», «есть равно», «égale», «равный». Остальные слова служебные, мы уже сейчас позже, во вторую очередь, обратим на них внимание. Но самое главное «tout ça» и «égale». Дальше смотрим «bien». Здесь это слово не значит «хорошо», иногда это значит «же». «A huit heures ou bien à neuf heures?» И в восемь или же в девять? «Tout ça, mais bien égale?» Ну, в общем-то, мне на всё, вообще… Нет, грубо будет. В общем, мне на всё всё равно, на всё наплевать. «Мне», да, ещё мы добавляем перед глаголом. Итак, ещё раз «tout ça, mais bien égale?» Произносим ещё раз весь куплет, и сейчас будем слушать, и попрошу вас петь, если вы это можете делать. Alors, «non», я петь не буду, буду просто читать. «Non», «rien de», «rien», смотрите на артикуляцию, улыбка. «Rien», на савуэ «e», «rien de», «rien», «non», «je ne regrette», маленький призвук «e», «regrette», «rien». Да, и, конечно, Эдит Пиаф, как и Мира Матиё, может быть, вы знаете, у них очень мощное «r», да, такое. То есть сейчас, в французском, я думаю, даже в южных акцентах оно такое совсем, ну, поменьше. В общем, парижское, оно просто «r», прям похоже на южнославянское, украинское «r», фрикативное, да. Вот, но здесь сейчас мы, если вы хотите тренироваться с «r», давайте мы произносите «r», прям, прям, как Эдит Пиаф поёт. «Non, je ne regrette rien», «ni le bien», тот же самый носовой звук «e», «ni le bien», «comma fait», «ni le mal», «tous ça mes bien égale». Очень крутая рифма, прям, точная рифма, да. Давайте попробуем посмотреть, как Инстаграм отреагирует. Я надеюсь, что будет слышно. Попрошу вас, я смотрю, что пока что нет комментариев, давайте отреагируем, если вы, если кто-то не будет петь, сейчас не будет отвлекаться на одновременно чтение текста, слушание музыки и исполнение, напишите, пожалуйста, мне, не знаю, какой-нибудь знак, палец вверх или огонь, поставьте, если будет хорошо слышно сейчас. Так. Насколько слышно музыку. И поём. «Non, rien de rien», «Non, je ne regrette rien», «ni le bien», «comma fait», «ni le mal», «tous ça mes bien égale». И смотрите, мы с вами не отметили «tous ça mes bien», и она «n» связывает «l'yézum». «Bien», конечно, носовое, но дальше гласное идёт. «Bien égale». Давайте принесём всю эту строку. «Ni le mal», «tous ça mes bien égale». И ещё раз она произносит две строки повторяющиеся, как будто это припев тоже, и их сейчас будем пропевать, потому что мы их как бы уже отработали. Ничего из ничего, ну то есть совсем ничего, ничто, ни о чём, нет, я ни о чём не сожалею. Вот эти вот две строки следующие тоже поём. «Темп», я думаю, что очень хорошо подходит тем, кто учит французский, чтобы ещё артикулировать. «Je ne regrette rien». Обратите на эту артикуляцию внимание. Итак, и следующие строки. «Se payé», акцент эгю на конце, да, это улыбка. «Se payé» – это всё, ну не всё, нет, это заплачено или это оплачено, то есть и в жизни тоже оплачено. Ну то есть я уже сполна заплатил за это, в переносном смысле, конечно, да. «Se payé», то есть это условно-пассивная форма, да, это есть какое причастие прошедшее. «Payé», да, это заплачено. «Se payé», «Baléé». Внимание, в каких-то сторис какой-то недели предыдущей недавно я говорила, что «y» распадается на два «i». Одно «i» отходит к первой, к начальной, как бы. «Алло, алло, voilà, c'est revenu». Я думаю, что вернулась связь уже, друзья, надеюсь, ничего не потерялось. Я говорила про букву «y». Буква «y» распадается на два «i». Первая «i» отходит к гласной слева и получается дифтонг любой. В нашем случае в слове «péé» это дифтонг «e». «Péé» и вторая «i» звучит как «y», «péé». Да, прервалось один раз, но я повторила всё, что я произнесла, когда оно прерывалось. Всё нормально. Сейчас повторю. «Alors, c'est payé» и «y» распадается на два «i». Одно «i» отошло к букве «a» получилось «péé». Второе «i» отошло и звучит как «y». «Pééé» и «yé». Обязательно звук «yé». «Cé pééé» и второе слово «всё подметено», «всё выметено» и «выметено» и «сор из избы». Условно, да? То есть «путан, путан». Друзья, прошу прощения, я ругаюсь, но просто непонятно что. Никогда в жизни с интернетом у меня нет проблем и он сегодня прерывается. Непонятно что там крутят сегодня в доме с интернетом. «Alors, ba-ле-е-е». Представим картинку, что мы выметаем все обиды, все сожаления из нашей жизни, выметаем. Вот такой образ. Вот об этом здесь. И фонетика такая же. «Ba-li-e-е». Произносим «sé pééé» – «всё оплачено». «Sé ba-li-e» – «всё уже выметено давно». «Sé уби-e» – «забыто всё». Здесь нету слова «всё». «Всё было в жизни, я ничем не сожалею, за всё уже заплатила». «Всё вымело, вычистило из головы». «Обо всём забыла». Произносим вместе «sé pééé» – улыбка. «Sé pééé», «ба-ле-е-е», «убли-е-е». На конце «е-е-е-е». Специально выбраны глаголы, где есть «и» или «и-грек», чтобы было «е-е-е-е». И следующая фраза. «Je me fous du passé». «Fous» – нет, они ошиблись. Это не глагол «фер», но он примерно некоторые значения принимает. Это глагол «se foutre», или иногда он бывает в виде «sin foutre». Это очень разговорное выражение, очень-очень-очень такое грубоватое. То есть «мне наплевать на прошлое». Или «мне вообще похрено», «je m'en fous». Это в наш список ругательств можно добавить. «Фу», но просто я его не использую, потому что нужно ещё знать, как спрягается глагол. Так вот мы спрягаем в форме «я». «Je me fous de…» и подставляйте всё, что угодно. Дальше «мне наплевать на несуществительное». «Je me fous» звучит как русское «у» и созвучно со словом «сумасшедший», но ничего общего не имеет. «Je me fous du passé». «Мне наплевать на прошлое». Так, произносим ещё раз две эти строки, сейчас будем их петь. «C'est payé, baléé, oubléé, je me fous du passé». Очень много улыбок и акцент агю. Я надеюсь, что сейчас не будет прерваться, s'il te plaît. Alors, и поём, oui? Oui, ça va? Получается ли у вас петь? Есть ли у вас возможность петь? Насколько вы любите петь по-французски? Я считаю, что когда учат язык, обязательно, обязательно нужно петь и искать такую песню, которая прям вам нравится. Я, ну то есть я, конечно, всё детство слушала, у меня мама любила французские песни, но вот когда я прям усиленно учила французский, прям по своему желанию, скажем так, в институте, я слушала рэп, и мне там было не до песен, ребят. Я там прям стихи и речитативы читала. Поэтому, если у вас есть возможность, если прям вы любите, любите, сердце у вас лежит, поете обязательно. Это очень работает на фонетику. Итак, я думаю, я надеюсь. Мне вот видно, что комментарии, ещё следующие три строки не загораживают, давайте их произнесём. Alors, avec mes souvenirs. Очень важно, чтобы souvenir, воспоминание, не стало у вас сувенирчиком, да? Которая по-русски звучит сувенир, сувенир купила. А нам нужно э, су-в-ни-р. Это же песни. Здесь, во-первых, в обычной жизни очень часто это проглатывается, но в песне оно пропивается. Avec mes souvenirs. И самое главное, почему нужно петь, почему очень полезно петь. Потому что там пропиваются последние слоги. А русскоязычным людям нужно вдолбить это в голову, что французские, скажем, ритмические группы, они без ударений. Но они с этим растяжением, ну, в общем, с вот этим вот пением на конце этих ритмических групп, этих смысловых групп. У нас какая смысловая группа? Avec mes souvenirs. Даже если мы не поём, мы скажем, avec mes souvenirs, и будем эту и тянуть. Вместо ударения, которое все говорят ударение, 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 на самом деле это растяжение на конце. Так вот, с моими воспоминаниями, j'ai allumé le feu, я разожгла огонь, j'ai allumé le feu, я разожгла огонь. Ну, то есть, либо я, либо мои воспоминания эти разожгли огонь, в переносном смысле, конечно. Итак, произносим ещё раз, j'ai, passé композе, прошедшее время, j'ai allumé le feu. Опять трубочка, очень много трубочек. Если здесь вот прям вот это вот, она здесь должна быть, вот, только английское слово мне на ум приходит, оно не лайтовое такое, а оно прям, oui, мы его поём и ещё дянем долго. Alors, я разожгла огонь. И мы сейчас услышим, скорее всего, она будет делать, ну, не то чтобы ударение, а такой акцент на второй слог внезапно. Это удобно, когда поёшь, и у тебя ритм немного не совпадает. Она не скажет, j'ai allumé le feu, она скажет, j'ai allumé le feu, может быть. И следующая наша строка, я думаю, тоже видна ещё. Mes chagrén, nasavoué un chagrén, печали, mes chagrén, mes plaisir, тоже, и, смотрите, мы тянули, как раз рифма, souvenir тянули, теперь plaisir тянем. Мои удовольствия, мои печали, mes chagrén, mes plaisir, и мои удовольствия. Кстати, если вы помните, у Бальзака есть, ну, это очень классическое, конечно, автор и имя классическое, но, может быть, если вы, ну, так, в общем, читающий человек по классике, то вы знаете, что у неё есть роман в шагреневой коже. Это по-русски перевели шагреневая кожа, ну, то есть, игру никогда ни разу мы не передадим. Французы обожают играть со словами, которые одинаково звучат, значат разные вещи. Так вот, chagrén, это печаль, но ещё и chagrén, это был материал, условно говоря, ну, то есть, как бы, кожа из печали была сделана, да, и, окей, аллор, пардон, это просто по звучанию обязательно нужно chagrén et произносить. Слушаем эти три строки и поём их, убедитесь, что вы можете петь, это очень важно, это очень круто. Тянет, плезир, да, слышали? Я попробую, если у вас есть вопросы, запишите их себе, пометьте куда-нибудь, я закрываю комментарии, потому что не будет видно текст. Voilà, alors, mes chagrén, mes plaisirs, да, и теперь я вижу только ваши сердечки из реакций, спасибо вам за них, продолжаем дальше. Je n'ai plus besoin de... Отрицательная форма опять, помните, я вам говорила, что у нас обычно ne и pa идёт, вместо pa мы ставим любую другую отрицательную частицу, ничего, никто, никогда, нигде, у нас здесь plus, больше не, я больше не нуждаюсь в них. Нуждаюсь это не глагол один, это фразовый глагол, да, в английском так говорят, фразовый глагол, то есть из нескольких слов. Avoir, besoin, иметь нужду, так вот у нас здесь. Je n'ai plus besoin, besoin грамматически не является глаголом, как бы это составляет выражение, но грамматическую роль играет avoir, поэтому вокруг него мы ставим ne и plus, две отрицательные частицы, а потом уже присоединяем к нему значение besoin. То есть сначала мы исполняем грамматическую нужду, в общем, грамматически заполняем и составляем, укомплектовываем наш пакетик, господи, что я говорю, укомплектовываем нашу фразу грамматически, а потом добавляем туда значение. Поэтому у нас сначала все нанизывается на avoir, je n'ai plus, все сказали, настоящее время, отрицание, так, что дальше у нас шло? Дальше шло значение besoin, нужда. Итак, je n'ai plus besoin, а что мне не нужно? Мне не нужны они, de, je n'ai plus besoin, well, je n'ai plus besoin de. Обычно это люди, вот так обозначаются, потому что вещи мы всегда заменяем на какие-то более коротенькие местоимения и ставим их в другое место. Но поскольку она говорит, то есть это какие-то у нее, может быть, персонифицированные печали, воспоминания и удовольствия, то есть это люди, может быть, какие-то, поэтому она скорее говорит, ну и в рифму вообще было тоже удобно. Итак, произносим. Я не нуждаюсь больше в них, ни в моих печалях, ни в моих удовольствиях, ни в моих воспоминаниях. Je n'ai plus besoin, besoin, je n'ai plus besoin de. Я в них больше не нуждаюсь. Балayer les amours. Балayer у нас уже было, сейчас теперь это инфинитив. Подметать, выметать, любовь. Балayer les amours. Avec leurs trémolos. С их trémolos, ну это музыкальный термин, да? Те, те, кому dire? Ну, может быть, с каким-то их trémolos, насколько я понимаю, ну то есть не насколько я понимаю, я не смогу это объяснить, потому что я не специалист в музыке. Но это очень пронзительный и быстрый перебор звуков, вот как-то так. То есть это просто синоним страдающей или какой-то очень волнительной любви и переживания, вот так. То есть я вымела, или просто вымести, пардон, это инфинитив. Вымести все любовь и переживательные воспоминания о любви с их, с всеми вот этими мелодиями грустными, trémolos. Балayer pour toujours, выметать навсегда. Фонетика, ба-ле-ей. Не буду повторять еще раз, если вы смотрите не сначала, вернитесь, потом в записи перемотаете назад. Я буду говорить там, что и грек распадается на два и. Одно и отходит к букве слева, другое и отходит к букве справа. И получается дифтонг и й. Ба-ле-ей. Выметать. Я выметаю навсегда, в смысле выметать навсегда. Балayer pour toujours и je repars à zéro. Репар, обязательно трубочка. Репар, это глагол какой, как вы думаете. Убираем приставку р, остается пар. Ну а пар-то все знают. Пар, это партира. К любому глаголу можно приставить приставку р, снова что-то сделать. Я ухожу, да, дословно, я снова ухожу к нулю. Но нормально, по-русски мы скажем, я начинаю с нуля. То есть я как бы возвращаюсь к нулю и начинаю с нуля. То есть я отъезжаю от точки ноль. Je repars à zéro. Она будет связывать. Je repars. Не будет делать паузу. A zéro. Je repars à zéro. Почему еще хорошо петь? Потому что там все вот эти вот связки нерегламентированные. То есть есть liaisons. И liaisons, да, вот эти наши связывания согласных, не читающихся на конце с гласными. Или просто это называется еще enchainement. Связывание в принципе слов. Есть регламентированные. А есть нерегламентированные, которые каждый по-своему носитель делает. В песнях они делаются по максимуму. Так вот, чтобы привыкнуть к этому, очень круто петь. Так вот, je repars à zéro. Слушаем, начинаем петь с je n'ai plus besoin de после печали и удовольствий. Alors. Давайте перемотаем. Je n'ai plus besoin de balayer les hommes avec leur Dremolo. Balayer pour toujours. Je repars à zéro. И пошла опять в припев. И припев еще раз произносим. Non. Rien de rien. Nis что, ни о чем. Ничего из ничего. Je ne regrette rien. Ни о чем не сожалею. По-русски сожалеть о. В французском нет предлога, просто я не сожалею ничего. Ни le bien, ни о добре, которое мне сделали. Или причинили, да? Сейчас модно говорить, типа причинять добро. То есть никто не просит вас добро, а вы причиняйте, причиняйте. Может быть здесь и так можно сказать. Ни le mal, ни зло, ни горе. Не сожалею о горе, которое мне сделали, причинили. Все это мне все равно. Bien, не переводится как хорошо, но как бы же. Это все мне все равно же на это все. Мне на это все все равно же. Вот так вот, в этом смысле. Итак, послушаем это повторение, этот припев. Поем. Oui, здесь уже быстренько вот эта длинная фраза. Давайте попробуем еще раз принести. Ни le mal, tout ça, mais bien, n'égal. Tout ça, mais bien, n'égal. Tout ça, mais bien, n'égal. Давайте трижды попробуем произнести. Если вы в ритме, если у вас получается произносить это, если вы понимаете, что это не совсем-совсем начинающий, давайте попробуем это прям произнести, протренировать трижды всю эту фразу. Tout ça, mais bien, n'égal. Oui? Tout ça, mais bien, n'égal. Tout ça, mais bien, n'égal. Мне на это все же, все-все-все равно же. Tout ça, mais bien, n'égal. Oui? Итак, следующий, последний, ну типа, измененный припев, так скажем, да, начинается опять с этих двух строк. Произносим вместе, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. То есть она как будто бы de произносит. На самом деле я когда, может быть, это не стоит произносить, в общем, грамматически я думала, что это пишется не так. Когда я, то есть я в самой школе, конечно, это знала, как, не знаю, так, как гимн Мерсельезу, если вы учили французский в французской школе, может быть, ну или условно, может быть, английский. Не знаю, как это с английским в советских школах. Короче, и гимн я знала, как Мерсельеза звучит, и как звучит и Дит Пиаф я тоже знала, но я не знала, как там чё пишется, и интернета не было, и не знала, где посмотреть слова. Так вот, мне казалось, что там regrette звучит предлог de, но нет, это на самом деле te, regrette, в общем, это te напоёт это e, да, и te, de очень близкие звуки, то есть глухой и звонкий. Обратите внимание, что это te, такое же не regrette, rien. Итак, наши две строчечки, которые повторяются, поём их ещё раз. И теперь у нас пошли две последние строчки, новые. Произносим кяр. Это не машина, английское внимание. Кяр, мягкое кя-кя-кя. Кяр, ибо. Это такое литературное или философское потому что, не паскё, а коротенькое кяр, кяр, ибо, моя жизнь, кяр ма ви, кяр мэ жуа, мои радости, кяр мэ жуа. Кяр, давайте произнесём вместе. Кяр ма ви, кяр мэ жуа, ибо моя жизнь, ибо мои радости, о жур дуи, сегодня, огромное слово это сегодня, да, помните? Aujourd'hui, ça commence avec toi, avec мягкое ки. Французский везде очень мягкий, то есть не только кяр, потому что я отметила, а вообще все ки, а не мягкие. Это начинается с тобой, то есть, одновременно, это ещё и признание в любви, да, всё начинается с тобой, вот я всё вымела, все предыдущие любови, я ни о чём не сожалею, и тут с тобой моя жизнь начинается, да, то есть это новая история любви получается, фактически. Ну, скорее, как интерпретация, да, это же стихи, песни, творчество, можно интерпретировать как угодно, как вам хочется. Ça commence avec toi. Это начинается с тобой. Моя жизнь, ибо моя жизнь, ибо мои радости, начинаются с тобой. И, конечно, в песне будет связывание всех слов. Не ça commence avec toi, а ça commence avec toi, ça. То есть, commence, слилось, с следующей а. Итак, ну и поём последние две, а потом будем целиком всю песню петь и слушать. Вот на этом пропевании, и этом протягивании, протяжении, мы можем это уааа тянуть и понять, что ага, это же звук уаа. То есть мы его не бросаем какой-то, а это хорошее уаа, вуалла, уй, туа, муа, вуалла, думки. Ну что, давайте я включу комментарии, может быть, у вас есть вопросы по тексту, в смысле, по переводу, потому что переводить больше не будем, будем только петь и произносить. Ой, может быть, мы сейчас произнесём. Я понимаю, что у вас впечатление, да, есть. Спасибо вам за ваше впечатление. Открываю комментарии, пожалуйста, скажите, есть у вас вопросы по переводу, потому что с русским языком сейчас закрываем. Всё, будем петь по-французски, будем слушать, будем произносить. Есть ли у вас вопросы по содержанию, может быть, по грамматике что-нибудь. Эдит Пиаф. Напоминаю, что Т-Аш, я разбираю сейчас её имя, Т-Аш звучит как в русском, да, ну, в смысле, не так же Т, а очень в тонусе, но я имею в виду, что не как в английском, это не С межзубное. Аш мы вообще не замечаем, Аш историческая буква. Эдит Пиаф. Напоминаю, что Пиаф в разговорном французском это воробушек, то есть она говорила о своей несчастной жизни изначально, и это у неё не настоящая фамилия, это её псевдоним, который за ней закрепился. Итак, вопросов по переводу, смотрю я, нет у вас, да, у вас сплошные огни и пусс-он-эр, пальцы вверх, пусс-он-эр, тогда, ну что, тогда произнесём ещё раз весь текст, просто произносим, не отрабатывая никакую фонетику, как получается, так получается, и потом будем петь. Alors, Наплевать, не о прошлом, «Je me fous du passé», oui, следующий абзац, «avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu», oui, другочка, «je allumé le feu», те, кто сейчас приходит, дорогие друзья, я больше не занимаюсь переводом, если вам что-то непонятно, возвращайтесь, пожалуйста, в записи уже до этого момента, посмотрите, пожалуйста, мы сейчас будем только петь, читаем текст и поём, значит, «je allumé le feu», «mé chagrin, mes plaisirs», «je n'ai plus besoin de…» По куплетам будем петь? Да, конечно, будем прерываться, не полностью, oui, и так, не видно, не видно, закрываю, закрываю комментарии на время, «je n'ai plus besoin de…» Сейчас третий абзац, это куплет, но, по-моему, здесь куплет один, потому что все остальные это такие припевики, что ли, которые немного трансформируются. Alors, «мне больше они не нужны», «je n'ai plus besoin de…» «balayer les amours avec leurs trémolos», «balayer pour toujours…» «je repare…» «je repare à zéro» с нуля. И теперь четвёртый параграф, четвёртый абзац, куплет так называемый. «non, rien de rien», «non, je ne regrette rien, ni le bien, comme ma fait, ni le mal, tout ça me bien égale. И последний условный припев, потому что там изменяются две последние строки. «non, rien de rien», «non, je ne regrette rien, car…» «merké kia», «car ma vie, car mes joies, aujourd'hui ça commence avec toi». И поём по… не буду открывать сейчас комментарии, хорошо? Поём по абзацам, да? Тянем и поём вслух, не про себя, пожалуйста, вслух. «non, rien de rien, non, je ne regrette rien, «non, je ne regrette rien…» «non, je ne regrette rien…» Делаем паузу небольшую, набираем воздуха и продолжаем произносить новые строки. «non, je ne regrette rien…» «non, je ne regrette rien…» «non, je ne regrette rien…» Паузу делать не буду. Интернет подводит. Начнём заново этот припев. Не волнуйтесь. То есть это не у вас пропадает лично, это пропадает и у меня тоже. В смысле у меня в первую очередь. И я вижу, у меня написано «слабый сигнал», и я знаю, что нужно повторить то, что было тогда, когда пропало у всех. Итак, мы начинаем заново наш большой-большой припев. Нет, нет, нет. Ну, как бы и окей, и зеро одновременно, дышим, и начинаем повторять наш припев, который был в самом начале и самый-самый известный. Набираемся дыханием, и последний припев, да? Вот мы и спели, Эдит Пиаф. Если у вас вопросы, может быть, внезапно вы поняли, что нет, эту фразу я не понимала, я не знаю, как это произносится, или вы только что пришли. Есть ли у вас вопросы, есть ли у вас впечатление, вижу, что у всех пусс вверх, у всех палец вверх, пусс, пусс это указательный, пардон, вот этот большой палец вверх, пусс вверх, воздух, супер, merci beaucoup, oui, я вижу, что вам нравится, супер, я надеюсь, что нравится не только тем, кто знал до этого Эдит Пиаф, но и в принципе, потому что это активность по пению, да? То есть, одновременно мы по чтению, но еще и по пению, и еще по культурологии, но я хочу вам еще раз повторить, как бы признание мое и опасность мою, я не решалась на это раньше, и, собственно, в сторис я тоже не использую чужие материалы, песни, всякие видео, разумеется, в записи 24 часа, 24, потому что инстаграм может блокировать, я не знаю, как он блокирует, когда я видео повешу отдельно в ленте, или когда я сделаю эфир, или когда я сделаю сторис. Споем полностью, без пауз, да, конечно, я надеюсь, что у нас есть еще время, сейчас парочку минут точно еще есть до конца эфира, споем полностью и готовьте свои вопросы, merci à vous, я вижу, что всем нравится, спасибо вам большое, мне ужасно тоже нравится, и будем разбирать такие песни, просто я не очень понимаю, как это сделать в видео, в общем, как осмелятся мне выложить в посте вот такое же видео, которое будет постоянно в ленте, насколько это будет, понятно, что это не особо законно, да? Потому что я как будто бы за счет чужого авторитета и успеха я что-то такое себе тоже, да, отхапываю, в общем, в этом вся проблема, но я сейчас решилась, в общем, будь что будет, знаете, что если меня заблокировали, я к вам вернусь, это все авторские права, которые я хотела нарушить, из-за того, чтобы нам с вами сделать приятно. Да, ну, во-первых, смотрите, давайте скажем, ну да, можем, но дело в том, что он скорее больше для русскоязычных людей, потому что мы, ну как мы, в Советском Союзе и потом в постсоветском Союзе тоже, уже не Союзе, мы слушали то, что нам было дозволено и можно. То есть, например, у меня в доме, мама любила французскую музыку, звучала Мера и Матью, может быть, Эдит Пиаф, может быть, этот Ив Монтан, Шарль Азнавур, Жеу Дассен, но других не было, а другие тоже были, потому что тексты их просто не удовлетворяли советской идеологии, вот так. То есть, на самом деле, очень много, очень-очень много певцов, которые мы не знаем, но они более французские с точки зрения восприятия французов, то есть язык-то у всех, понятно. Окей, давайте составим список и будем голосовать, да, ну то есть я, конечно, за все песни, я обязательно и рэп вам включу, и Марсельеза включу, и Же Дассена, и всё что угодно. Но сейчас Патрисия Касс, Oui, да Патрисия Касс тоже была в плюсе, файл не использует авторские права, учтите по песне всё законно. Что такое V-файл? Это какая-то программа или что? Напишите мне, пожалуйста, пока я не закрыла комментарии, потому что сейчас я закрою их, мы будем петь вместе с текстом, и voilà. Я сделаю пост специальный, пожалуйста, подождите пост, то есть, конечно, у меня в эфире, понимаете, я должна проанализировать ваши комментарии, записать, и за 24 часа я не уверена, что я, то есть я, конечно, постараюсь их записать, но у меня жуткий загруз, поэтому сохраните ваши пожелания у себя в душе, в голове, и, пожалуйста, их перенесите потом в мой пост, д'accord? Окей, don't you. Закрываю комментарии. Нет, вы мне отправите запрос на участие, я тоже спрошу вас об этом в сторис, может быть, мы будем петь вместе, буду кого-нибудь включать, у кого есть голос или гитара или что-то такое, мы обязательно будем вместе петь, но сейчас мы поём с источником, да, с первым исполнителем, поэтому я закрываю комментарии, мы поём вместе, вы поёте в вашем помещении обязательно, это полезно для фонетики и для настроения тоже. Закрываю комментарии. Alors, s'il vous plaît. Notre Édith Piaf. Ой, мы отрабатывали в самом и фонетику, и грамматику, и перевод. Вернитесь в начало, если вы смотрите только что начали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, дорогие зрители, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие гости. Мы с вами спели Édith Piaf. Напоминаю, что если вы присоединились в ближайшие 10-15 минут предыдущие, мы разбирали весь эфир, разумеется, и грамматику, и фонетику, и произнесение. Несколько раз всё это слушали по припевам, по куплетам, произносили, пели и просто читали. Поэтому возвращайтесь, конечно же, в записи эфира, 24 часа он будет висеть. Возвращайтесь и смотрите, отрабатывайте. Alors, je vous remercie, дорогие коллеги. И помните, что все ваши заявки по разбору песен обязательно сохраняйте у себя в памяти, в голове. Я их соберу под постом, чтобы не забыть никому, чтобы не повторяться никому. Потому что этот эфир, я его даже если успею сохранить, комментариев у меня не останется. Вот в чём нюанс. Voilà. Alors, je vous remercie. Напоминаю, что обязательно найдите этот текст, ну или в сторис он у меня висит. И пропоите обязательно эту песню ещё раз наедине, сами с собой, в душе. И напоминаю, что это очень важно, потому что в разговоре этих нюансов мы не слышим. Они тянут последний слог, не только в слове, конечно, а в строке. То есть, допустим, строка это наша ритмическая группа, смысловая. Мы будем тянуть там всё. В жизни это не так сильно, но это тоже есть. То есть мы тянем, мы ещё артикулируем, проговариваем, мы ещё поём. И как бы в некоторых местах мы замедляемся того, что нет в речи. Мы можем проработать всё это и вообще лексику проработать, которая, может быть, до этого как-то нам не очень встречалась и не очень привлекала нас. Alors, может быть, есть какие-то вопросы? Минутку буквально до завершения эфира жду. Если у вас нет вопросов, то тогда будем завершать. И напоминаю, что предлагаю вам петь в душе, петь везде, петь в микрофон, петь караоке, петь вместе с YouTube. Сидит пиаф, есть инструментал, и можете найти инструментал, и прямо вот под музыку петь. Voilà. Donc, je vous remercie, merci à vous, merci. Есть ли у вас вопросы? Заявки принимаю позже, сейчас не эфир заявок, будет пост заявок. Oui. Держитесь, соседи. Да, но смотрите, чтобы не Эдит пиаф, главное пела, чтобы вы пели, да, она вам будет просто как путеводная звезда, как путеводная нить, вы будете формировать звуки под её голос, но она должна быть, может быть, у вас в наушниках, а вы будете произносить. Oui. Да, и, конечно, когда вы будете произносить, смотрите, как вы артикулируете, потому что просто вот так вот... Вот так вот не получится, нужно артикулировать прям, чтобы звук выходил. Когда мы учимся, напоминаю, я сторонник того, что мы артикулируем, когда учимся. Когда мы уже научились, можно говорить как угодно, но главное, артикулировать в начале учёбы. Alors, chers collègues, chers amis, chers abonnés, je vous souhaite une bonne soirée, желаю вам доброго вечера, merci que vous avez passé ce temps avec moi et avec Edith Piaf. Спасибо, что вы провели это время со мной и с Edith Piaf. Я надеюсь, что было очень полезно и, конечно, развлекательно, что было развлекательно и замечательно по настроению. Я это увидела по вашим реакциям, но надеюсь, что было ещё и полезно с точки зрения грамматики и изучения французского. Donc, merci à vous et à la prochaine. До следующих видео, до следующих эфиров. И смотрите, и пойте, смотрите текст, и пойте обязательно. Пойте, это очень-очень круто и полезно. Alors, вижу, что есть ещё какие-то заявки по разбору, но, пожалуйста, дождитесь поста, но буквально попробую сегодня-завтра его сделать, может быть, с анализом нашего эфира, как оно проходит, на что обратить внимание. Может быть, текст отдельно опубликую, чтобы он висел всегда, но, пожалуйста, заявки сохраните. Здесь они исчезнут, если они успеют проанализировать. Alors, merci à vous, bonne soirée, и а плюс, а на следующий эфир. gonna thank you very much. Muy bien. as